Здравствуйте! У каждого города свое лицо, свой характер и, наверное, своя судьба. Различаются и взгляды на то, как нужно управлять городом. Дать городским властям больше свободы и ресурсов для того, чтобы они могли опираться на нужды горожан, или же наоборот, установить для муниципалитета жесткий коридор поведения в едином направлении с регионом и его другими муниципалитетами. Об этом мы поговорим с первой женщиной-мэром Петрозаводска, последним всенародно избранным главой этого города, а ныне советником председателя партии «Яблоко» Галиной Игоревной Ширшиной. Здравствуйте, Галина Игоревна! Здравствуйте! Галина Игоревна, расскажите, пожалуйста, с какой целью вы к нам приехали и какова ваша миссия в Аркангельской области? Я являюсь советником председателя российско-демократической партии «Яблоко» Эмилии Гардиной Слабуновой, и поэтому сейчас в мои обязанности в партии входит посещение регионов в наше региональное отделение, знакомство с людьми, с командами, подготовка к выборам. Именно с такой целью я приехала в Архангельск. Мне бы хотелось, чтобы партия «Яблоко» была готова к тому, чтобы предложить жителям России хорошую альтернативу и хороший вариант для голосования за настоящую оппозиционную партию, способствующую зрелым решением в Государственной Думе. А оппозиционную в чем? С чем пойдет «Яблоко» на выборы? Значит, прежде всего надо сказать о том, что оппозиционная партия «Яблоко» «Яблоко» — это партия реальная оппозиционная, потому что у нас есть понятие, что в Государственной Думе находятся оппозиционные якобы партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», которые так себя позиционируют. Но если мы посмотрим на итоги голосования и посмотрим на тот уровень жизни, результатом которым стало принятие некоторых законопроектов действующим парламентом, то мы также понимаем, что фактически это не оппозиция. Оппозиция — это когда ты не просто критикуешь, а когда ты еще предлагаешь что-то взамен и когда ты действительно в соответствии со своим убеждением не поддерживаешь тот законопроект, против которого ты выступаешь. В одном из регионов даже такая казусная ситуация произошла. Мне говорят, почему «Яблочники» не выходят на митинг за возвращение каких-то льгот в регионе вместе с партией КПРФ «Справедливая Россия», по-моему, ЛДПР. Я говорю, так подождите, давайте разберемся, а кто эти льготы у них в области, кто эти льготы в области отменил. Мне говорят, кто депутаты. Я говорю, а какие у нас депутаты, кто у нас из депутатов входит? Есть КПРФ, есть КПРФ, есть «Справедливая Россия», есть «Справедливая Россия», есть ЛДПР, есть ЛДПР. Я говорю, а почему сейчас, после того, как они сами отменили эти льготы, они собирают людей на митинг за возвращение этих льгот? Вот эти вот коллизии, назовем это мягко, а на самом деле это лицемерие, не что иное, оно, конечно, вызывает на сегодняшний день у большого количества людей вопросы и уже даже раздражение, поэтому оппозиционная партия – это партия, которая, во-первых, «Яблоко» предлагает свой альтернативный вариант развития нашей страны. «Яблоко» предлагает очень интересную программу на выборах в 2016 году. Эта программа включает в себя очень много аспектов, и я подчеркиваю, что это программа экономическая, то есть она показывает, откуда взять деньги на решение тех или иных вопросов. Ну, например, «Яблочники» в своей программе показывают, что нельзя сейчас повышать пенсионный возраст. Его нельзя повышать, потому что это еще больше уменьшает доходы населения, еще больше уменьшает внутренний спрос и еще больше загоняет нашу страну в экономический спад. А где искать деньги? В программе «Яблоко» это четко написано. Давайте посмотрим государственные корпорации, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Так какие у них непрофильные активы, да, и сколько этих непрофильных активов. Давайте посмотрим, а почему у нас с полномочиями такая чехарда местное самоуправление решает те же полномочия, что и переносятся на уровень субъекта, возникают какие-то новые комитеты на уровне субъекта, на уровне республики или области. Фактически, несмотря на то, что полномочия переданы на уровень республики, ну, у вас области, остаются люди, чиновники в муниципалитете, которые занимаются этими вопросами, но еще и создается дополнительный чиновничий аппарат. Так, может быть, закончить вот эти все бесконечные дергания полномочий туда и обратно? В программе «Яблоко» четко написано вопросы местного самоуправления на уровне местного самоуправления, в сопровождении с необходимым бюджетом, вопросы уровня республики на уровне республиканской, федерации на уровне федеральной. У нас вот это конкретные вещи, которые есть в программе «Яблоко». Как экс-мэру города мне очень приятно, что в этой программе замечательно и четко прописано все, что касается местного самоуправления. Ну, в частности, Дорожный фонд республиканский. Я вот по городу сегодня проехалась, ну, не так плохо, как в Карелии, скажу я вам, да, с точки зрения вот состояния дорог и в Петрозаводске. Но, тем не менее, проблемы налицо, да, состояние дорог. Уверяю вас, практически во всех городах Российской Федерации ситуация с дорогами отвратительная. Но мы же понимаем, что жители городов платят транспортный налог. Этот транспортный налог формирует областной или республиканский дорожный фонд. Почему у нас до сих пор нет прозрачной системы распределения этого дорожного фонда между муниципалитетами и субъектами? Что мы получаем взамен? Мы получаем взамен, что перед выборами в каких-то городах выделяют деньги, даже из федерального бюджета, на решение проблем дорог. Да это не решит проблему дорог никогда, тем более в таких регионах, как Архангельская область или Карелия. Здесь нужно серьезно подходить и планово к решению этого вопроса. Давайте немножко спустимся с политического поля на городское хозяйство. Я читал, когда готовился к интервью, читал ваше интервью в одной из газет, в котором вы описывали те трудности, которые были между вами, когда были мэром, и республиканскими властями. И пока я все это читал, это было и несогласие с межбюджетными отношениями, с распределением дорожного фонда, с распределением земли, когда региональная власть хотела у вас забрать, муниципалитет забрать полномочия по ее распределению. И я вернулся как будто бы на 2-3 года назад, когда в Архангельске точно такой же был затяжной конфликт, причем он абсолютно не зависел от того, кто был мэром, а кто губернатором. Но вот эти полномочия, эти же вопросы, они всегда вызывали некое напряжение в отношениях между региональными властями и муниципальными. У вас сейчас есть возможность сравнить. Вы сейчас ездите по России, смотрите. Вот эта проблема, она касается только конкретных городов, региональных центров? Или это в целом такая вот ситуация в стране, что вот именно эти вопросы, они вызывают эти трения власти? Это ситуация, которая характерна для всех городов Российской Федерации, и она спровоцирована неправильным, размытым, неконкретным законодательством в области взаимоотношения местного самоуправления и субъекта, органов местного самоуправления и субъекта. У нас заявлено в законодательстве, которое регулирует работу местного самоуправления, самостоятельность, независимость и ответственность за вопросы местного значения. Фактически мы сегодня видим, что если мэр не является политиком, а он не является политиком, у него огромное количество вопросов, которые нужно решать ему не до политических разборок. Это действительно так. И если мэр без большой политики может существовать, потому что ему не до этого, то, к сожалению, на уровень субъекта и федерации без местного самоуправления, то есть уровень политики без местного самоуправления существовать у нас не может. И у нас создаются такие институты, которые называются институты сити-менеджерства. И на самом деле, что это такое? Это вертикаль власти, которая доходит до уровня местного самоуправления. То есть мы понимаем, что сегодня местное самоуправление не является независимым. Что касается конкретно вашего вопроса, то, безусловно, эти конфликты возникают исключительно в связи с тем, что для того, чтобы решить вопросы местного значения, необходимы ресурсы. И у городов есть ресурсы, которые эти города зарабатывают именно на данной территории. Но распределение этих ресурсов идет таким образом, чтобы город поставить в зависимость от субъекта. В зависимость в плохом смысле этого слова. Это не значит, что местное самоуправление, оно вообще должно быть как в отдельной стране. То есть местное самоуправление должно работать на уровень субъекта, безусловно. Но должно быть понимание эффективности и ответственности за те решения, которые принимаются на уровне субъекта. Приведем пример. На сегодняшний день перераспределение этих полномочий по земле, собственность на которой не разграничена в Карелии, уже показало, что это неэффективное решение. Оно неправильное. Огромное количество в очереди людей, которые не готовы и для которых ни муниципалитет, ни субъект сейчас не может решить проблему с предоставлением земельного участка. То есть это что значит? Решение было принято по передаче полномочий на субъект, но не готова ни структура, которая будет отвечать за это, ни продуманы никакие моменты, которые возникают сейчас как риски, а их можно было продумать заранее. В результате муниципалитеты теряют огромное количество денег. Вот объясните мне, кто за это будет нести ответственность, а не кто? Потому что законом разрешено взять и передать полномочия с одного уровня на другой. Ну а цель? Какая-то же была цель? Я думаю, что цель, если говорить откровенно, мне кажется, как вот зрелому, здравому, здравомыслящему человеку, любому губернатору понятно, что местное самоуправление должно быть сильным. Но противоречие возникает вот в том вопросе, о котором я говорю. То есть политика невозможна без местного самоуправления. И когда местное самоуправление ведет себя самостоятельно и требует, чтобы ты с ним вел себя как партнер, а не как начальник, что, кстати, прописано и в законодательстве, вот тогда возникают амбиции на пустом месте. Да давай-ка я у тебя заберу полномочия, тем более, что мне Российская Федерация разрешает это. Ну и что, что пострадают жители? Так все равно ты будешь крайней. Местное самоуправление самое близкое к людям, оно всегда во всем виновата. Понимаете? Поэтому, конечно, это, к сожалению, эта ситуация, она характерна для многих городов. Ну я вот где была, то есть практически везде такие конфликты возникают. И, кстати, возникновение Института сети-менеджерства, то, что вы говорите, два года назад, а сейчас вроде как тишина, да, вроде как все спокойно, все замечательно, все совсем согласны. Но давайте посмотрим, а качество услуг улучшилось? А люди-то довольны тем, что происходит? Но зато деньги-то дали на ремонт дорог в Архангельске. Это не позволяет в системе решать проблему. Это позволяет создать иллюзию, что отсутствие конфликта, отсутствие столкновения и отсутствие вопросов в адрес субъекта приводит к хорошему состоянию этой территории. То есть, плюс надо смотреть, в 2013 году, когда я избиралась как раз мэром города Петрозаводска, тоже я помню, что весь город стоял, потому что были даны деньги, тогда в 2013 году, из республиканского тогда дорожного фонда на ремонт дорог. Сейчас перед выборами то же самое в Петрозаводске, даны деньги на ремонт дорог. Но если ты два года между этими выборами ничего не делаешь, никаким образом не поддерживаешь эти дороги, то понятно, что их состояние будет все равно плохим. А что тогда делать? Вот у нас вообще-то часто так бывает, что одни и те же... Я вас уверяю, если бы был мэр города и предстояли бы выборы, дали бы деньги на дороге сейчас. Я вас уверяю в этом. А как сделать так, чтобы это... Тем более у вас член Единой России, по-моему, да? То есть там никаких противоречий нет. Это, наверное, не имеет значения. А как сделать так, чтобы в системе все это работало? У нас часто так бывает, что одни и те же дороги каждый год, каждый сезон закатывают, ямы появляются на одних и тех же местах, несмотря на то, что вроде бы и деньги выделяются. И как сделать так, чтобы не было вот этих разовых акций? Когда выделяют миллиарды раз в пять лет, за пять лет все это рассыпается, и снова надо выделять миллиарды. Это же местные полномочия или это полномочия региона? Кто этим должен заниматься? Я считаю, что на уровне субъекта это должно четко очень планироваться, потому что субъект понимает, какое количество денег в областном дорожном фонде или в республиканском дорожном фонде у него есть. И именно это я требовала от своего субъекта, республики Карелия. Я говорила, хорошо, вы считаете, что Петрозаводску не нужно давать деньги на ремонт дорог. Тогда покажите открыто и прозрачно, сколько денег из республиканского дорожного фонда, на какие контракты, на какие дороги вы тратите. У нас, например, миллиард рублей потрачен на дорогу, по которой проходимость практически низкая. Понимаете, вот зачем это, это для кого, это какие приоритеты, чьи интересы были решены при постановке такой задачи и ее реализации. И поэтому здесь я очень с вами абсолютно согласна. В Петрозаводске сейчас только был проведен ямочный ремонт, и после этого появилась информация, что пришли федеральные деньги на ремонт дорог. Значит, я так предполагаю, что именно на тех дорогах, где был проведен ямочный ремонт, это 50 миллионов рублей стало городу, будет в том числе сейчас все полностью снято и отремонтированы дороги. Вот они деньги. Когда мы говорим, что в России нет денег, они есть. Но только ты как хозяйка в доме, вот женщина или мужчина, который бюджет ведет, мы же все очень четко считаем и понимаем, что если у нас есть столько денег, мы выстраиваем приоритеты. Если мы понимаем, что мы не можем сделать ремонт одномоментно в квартире, то мы должны понимать, что 20% от своего бюджета в течение полугода мы должны откладывать на решение вот этих задач. Вот оно планирование. Точно так же и в управлении городским хозяйством. Но если ты отдаешь все деньги в субъект, ты не можешь планировать. Ну, у нас еще есть такая спорная вещь, как выравнивание бюджетной обеспечности, которая, в принципе, убивает всякое желание работать у крупных городов. Но это ладно, это длинный разговор. Я хотел сейчас спросить еще об одной проблеме, которая очень остро стоит и в Архангельске, и в Петрозаводске, это ветхое жилье. Вроде бы у нас есть и федеральная программа, вроде у нас есть деньги и фонд содействия реформированию ЖКХ, а вопрос все-таки не решается. Вот он стоит на одном месте, и что с этим делать? У нас было такое принято решение с 1 января 2014 года. Именно республика, то есть субъект, является заказчиком строительства по федеральной программе расселения аварийного фонда. Ну и в результате у города остались какие полномочия? Подготовка градопланов, технические условия на подключение к сетям, ну и так далее. То есть формирование земельных участков, безусловно. То есть вот эти все моменты. Город с этим справился. Некоторые муниципальные образования не смогли своевременно с этим справиться. И в результате получилось, что республика не выполнила свои обязательства по этой федеральной целевой программе. Хотя софинансирование от города Петрозаводска шло абсолютно полностью, как это было необходимо по программе. Потому что софинансирование там есть. И в результате получается, что то, что мог бы сделать город больше и быстрее, он бы сделал самостоятельно. Решение республики о том, чтобы объединить вот эти все лоты, город и другие районы, оно в результате показало, что все равно не выходят подрядчики. Потому что одно дело, ты строишь жилье в городе Петрозаводске, где инженерные сети, инженерная инфраструктура вся. А другое ты строишь, например, на северах республики Карелия, где совсем другие тарифная политика и совсем другие условия, скажем так. Поэтому программа-то, она хорошая, она замечательная. А буксуем мы в ней именно потому, что у нас не четко в законодательстве прописаны, например, контракты, критерии расторжения договора с подрядчиком. Понимаете, ну вот они не четко прописаны. Мы полтора года в Петрозаводске бились за то, чтобы выгнать с рынка, расторгнуть контракт на уборку дорог с республиканским государственным монетарным предприятием, которое просто не собиралось, как выяснилось, потом убирать дороги. Да, вот понимаете, то есть полтора года мы на это потратили. Полтора. Вот вы сейчас много говорили о том, где у нас спрятаны деньги. Вы именно этим путем шли, когда сократили дефицит бюджета города буквально в два раза за год? Мы смогли сократить, во-первых, сокращение дефицита бюджета, это была серьезнейшая цель, которая передо мной стояла, и ее нужно было исполнить, потому что у нас достаточно высокий муниципальный долг. Мы кредитуемся в коммерческих банках, поскольку республика не давала. Еще один пример конфликта, да, республика получает бюджетные кредиты из Российской Федерации, но муниципалам ничего не дает. Понятно, что если ты кредитуешься в коммерческом банке, там проценты одни, а бюджетный кредит – это проценты другие. И мой-то вопрос был следующий, но если вы получили 4 миллиарда бюджетных кредитов из Федерации и этим гордо отчитываетесь перед, в том числе, муниципальными образованиями, вы хотя бы отчитаетесь, сколько денег вы дали муниципальным образованиям под такие же проценты, то есть бюджетных кредитов. С этим у нас были сложности, да, вот. И с пониманием вообще того, какие, скажем так, цели-то вообще у республики с точки зрения оказания помощи муниципальным образованием. И в результате я просто понимала, что для того, чтобы перекредитоваться, для того, чтобы банки вышли на аукционы по кредитованию муниципалитета, вот Петрозаводского городского округа, и были торги, нам же надо было, чтобы обязательно эти кредиты были выгодны для города Петрозаводской, для администрации, нам нужно было предлагать какие-то варианты, которые свидетельствовали бы о том, что положение в Петрозаводском городском округе, ну, свидетельствует о том, что он финансово стабильное. Да, мне нужно было это сделать исключительно не для того, чтобы там пропиариться, ведь гораздо интереснее было бы эти деньги, которые мы находили, экономили, не в погашение дефицита бюджета вкладывать, да, а, например, в благоустройство, да, или там в какие-то субсидии там муниципальному предприятию, которая занимается, допустим, содержанием муниципального жилого фонда, да, там, и так далее. То есть очень много есть направлений, на которые хочется потратить деньги, но здесь есть тактические задачи, а есть стратегические. Вот стратегически нужно было обязательно снижать дефицит бюджета для того, чтобы у тебя не было проблем с перекредитованием, да, и мы это делали. То есть мы проводили аукционы, вся экономия, которая складывалась, по сути дела, она шла не на решение городских проблем, а на решение вот глобальной городской проблемы погашения дефицита бюджета. А как же тогда текущие проблемы? Ну, понятно, что на текущие проблемы те средства в бюджете, которые заложены, они оставались, да, то есть вот есть средства, выделенные и утвержденные Петрозаводским городским советом на сессии, да, при утверждении бюджета, проекта бюджета, значит, на содержание дорог, да, и дорожно-мостового хозяйства. Есть средства, которые выделены на благоустройство, да, их недостаточно, их мало, но нужно понимать, что есть приоритет. Есть средства, которые связаны с финансированием программы аварийного фонда, расселения аварийного фонда, да, то есть они также вложены. Есть средства, огромная статья, да, на заработную плату тех работников бюджетной сферы, за которых отвечает именно муниципалитет, да, то есть это тоже моменты статьи, которые должны быть 100% закрыты. Там есть средства, которые необходимо потратить на организацию детского питания в дошкольных учреждениях, да, и так далее. Конечно, приходилось какими-то моментами жертвовать, и это не всегда было понятно жителям, потому что им очень сложно объяснить, да, что стратегически ты не можешь допустить ситуацию, что тебя банк не кредитует, потому что у тебя другого варианта просто нет, вот в условиях реального бюджета, который существует в городе Петрозаводске. Но это же ответственность мэра, и не всегда должны быть популярные решения. Еще одной чертой вашего стиля управления стала открытость. Вы проводили интернет-голосование, видеоотчеты, ввели обсуждение широкое, да, на публике городских проблем. У нас, в принципе, в политической традиции России это не очень входит. Но у нас любят проводить открытое обсуждение, голосование, предварительное голосование, в том числе вот такого федерального уровня, но не всегда. Их итоги напрямую влияют на результат, на то решение, которое принято. У вас была такая зависимость, или это тоже какой-то, может быть, просто пиар? Для меня было очень легко, мне было работать, потому что я понимала, что мой работодатель — это житель города. Вот в тот момент, когда я это четко осознала, а это произошло достаточно быстро, буквально через два месяца после того, как я вступила в должность, потому что возникает очень много вопросов, когда ты, в принципе, не знаешь, как себя вести правильно, да, то есть вот и так вроде бы правильно, и так правильно, и здесь есть минусы, и здесь есть минусы. Когда ты понимаешь, что ты ведешь себя исключительно так, как выгодно жителю города Петрозаводска, вот тогда все становится на свои места. Поэтому для меня это было очень важно, чтобы на публичных слушаниях присутствовали именно представители городского экспертного сообщества по тому или иному вопросу. Для меня было важно проинформировать население дополнительно о том, что мы слушания по тому или иному вопросу проводим, и обязательно на сайте я требовала от нашей пресс-службы, администрации города, чтобы мы эту всю информацию дополнительно размещали. Нужно опираться на мнения других людей, которые даже могут быть с тобой не согласны. Поэтому я очень внимательно всегда относилась к критике, и я всегда очень с точки зрения именно рационального зерна ее рассматривала. То есть что где мы не доработали, да, то есть в каких моментах, может быть, нужно поменять свой стиль, поменять свое решение, да, откорректировать его. Поэтому с этой точки зрения открытая политика главы города – это на пользу главе города и в конечном итоге развитию города. Вы когда сказали о том, что поняли, что ваш работодатель – это население города, все встало на свои места. Да. Буквально в прошлом году все это и у нас, и у вас закончилось. Теперь работодатель у главы города – это некая комиссия, потом депутаты городдумы. Ну, в общем, как всегда, когда ответственность размыток, вроде как бы ее и нет. Никто вроде как и не отвечает теперь за то, кто его избрал. Ну, не суть. По-вашему, ситуация в этом отношении, в отношениях власти и людей, в связи с этим, она поменяется, ухудшится, улучшится? Или, может быть, вообще мы снова вернемся к прямым выборам, во всяком случае, разговоры об этом идут? Я думаю, что мы однозначно вернемся к прямым выборам. Во всяком случае, я буду делать для этого все. И как мэр города я понимаю, что, имея такие огромные проблемы с бюджетом городским, не опираться на общественность, не опираться на городское сообщество невозможно. Сегодняшний город – это живой организм, это именно городское сообщество, которое объединяет многие-многие силы здравомыслящие и правильно относящиеся к тому, как нужно развивать город. Так вот, в любом случае, мы вернемся к выборам мэров городов. Я об этом практически уверена. А что касается ситуации, вот как она сегодня есть, это усугубление проблем. Это усугубление проблем. То есть институт сети-менеджеров усугубляет негативное отношение населения к власти. В управлении городом должен быть лидер, который всех профессионалов объединит. Вот что должно быть. И, в принципе, всенародное голосование позволяет выбрать этого лидера, для того, чтобы он уже объединил профессиональное сообщество. Ну, еще ведь речь идет о том, что если есть прямые выборы, то есть диалог между властью и обществом. Общество дает власти социальный заказ, и власть его выполняет. Галина Игоревна, когда вы прекратили свои полномочия мэра, когда ушли в отставку, в одном из городских кафе вам выделили отдельный столик с годовым запасом кофе, где вы могли работать в связи с тем, что у вас нет кабинета. Как вы это оцениваете? Любовь к горожан, признание и пользуетесь ли сейчас этим рабочим местом? Я хочу сказать, что жители Петрозаводска, вот для всех наших с вами уже теперь зрителей, говорю, что жители Петрозаводска – это очень креативные, очень умные, очень творческие люди, и поэтому они оптимисты. То есть они в любой ситуации находят какой-то позитивный момент, на который можно акцентировать внимание. И, конечно, вот этот пиар-ход, который был совершен в этом кафе, это было, с одной стороны, очень приятно мне просто по-человечески, то есть эмоционально это приятно. С другой стороны, это был великолепный такой пиар-ход для этих бизнесменов, потому что это позволило привлечь дополнительное внимание и журналистов, и общественности к этому кафе. И я просто восхищаюсь ими, они молодцы. То есть вот молодцы. Работать в кафе, конечно, невозможно, потому что там очень много знакомых приходит, и потому что просто я не умею работать в кафе. Но иногда я бываю, это очень уютное место, и те, кто будут в Петрозаводске или были в Петрозаводске уже, я надеюсь, что тем, кто были, удалось посетить это место. А кто будет, еще вот думаю, что вам, ну, оправдаются ваши ожидания, потому что это интересное такое место, очень какое-то динамичное, с таким очень интересным духом творчества и свободы. Вот очень приятное местечко. А кофе я не пью, к сожалению. А может, к счастью. Постараемся побывать. Спасибо большое, Галина Игоревна, за беседу и удачи вам. Спасибо большое за беседу. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова